В среду утром немецкая полиция по ордеру Генеральной прокуратуры страны задержала четверых подозреваемых граждан Таджикистана в возрасте от 24 до 32 лет. Все они проживали и были задержаны в федеральной земле Северной Рейн-Вестфалии. Их подозревают в подготовке террористических актов на территории Германии и в связях с запрещенной в России организацией «Исламское государство». Банду предположительно возглавлял 30-летний таджик по имени Равшан. Его фамилию следственные органы не разглашают. Еще весной прошлого года он был задержан за незаконное хранение оружия и с тех пор содержится в следственном изоляторе. По данным полиции, подозреваемые планировали теракты против американских военных баз в Германии. В частности, по данным следствия, злоумышленники осматривали окрестности одной из баз военно-воздушных сил. Кроме этого, подозреваемые якобы планировали покушение на таджикского диссидента, также живущего в Германии, и уже выслеживали его по месту жительства. На сегодняшней правительственной пресс-конференции в Берлине представитель Министерства внутренних дел Германии отказался комментировать конкретные детали следствия. А по поводу общей ситуации в стране сказал следующее. Со стороны МВД могу сказать, что уровень угрозы в стране не изменился, он остаётся высоким. Поэтому органы безопасности продолжают внимательно следить за исламистскими, проворадикальными и левоэкстремистскими группировками. Все подозреваемые являются гражданами Таджикистана, и все они прибыли в Германию в качестве беженцев. На данном этапе расследования известно, что они присоединились к исламскому государству в январе 2019 года и основали террористическую ячейку в Германии. Мы предполагаем, что изначально они собирались вернуться в Таджикистан и сражаться там против правительства, но затем отказались от этого плана и стали планировать атаки в Германии. Газета «Зюдойче Цайтунг» утверждает, что группа уже давно находилась в центре внимания силовых структур, однако конкретной опасности теракта на момент задержания не было.